Долго терпеть нас с вами. Что касается нас, нашего отношения к тому, что происходит, как раз вот эти качества долготерпения, о чем говорил передо мной брат также, что нам приходится терпеть или долго терпеть, это сложные обстоятельства. Недостаток в каких-то ресурсах нам приходится терпеть, болезни приходится терпеть, то, что вообще вокруг нас происходит, это тоже не всегда и далеко не всегда приятно. И нам приходится это терпеть. Если приходится долго, то приходится долго терпеть. Нам приходится терпеть других людей, которые тоже далеко не всегда соответствуют нашим представлениям о том, как нужно себя вести. Или какие-то культурные особенности, или какие-то привычки нас, ну как мы говорим, выводят из себя, раздражают, ну и многое другое неприятное. И, конечно, таких людей нам приходится терпеть, и, возможно, приходится также терпеть долго. Но тут мы с вами уповаем на Бога, как и всегда и везде. Это качество Божье, и Бог желает нам их передать. И вот когда Бог посылает, а действительно мы знаем, что Бог запланировал события и людей, которые у нас с вами есть рядом с нами, вокруг нас, то это Бог как раз и вырабатывает на с вами вот эти передаваемые качества. Одно из них – долго терпение. Сегодня я хотел бы вместе с вами читать о еще одном Божьем качестве, которое также является передаваемое. Это качество милость Божья. Это проявление, одно из проявлений любви Божьей, которую, опять же, говорил передо мной брат. Это милость. Очень такой яркий стих, на мой взгляд, о милости находится в послании к Ефесиным. Вторая глава, четвертый стих. Ефесиным 2, 4. «Бог богатый милости». Это какое-то вот особенное богатство. Мы говорим, что человек богат, когда у него, например, много денег. Или еще он чем-то богат. То есть у него этого много. И вот Бог оказывается богатой милостью. А в книге «Исход», 34 глава, 6 и 7 стих, также сказано о Боге. Это сам Бог провозглашает о самом себе, какой Он. «Исход», 34, 6 и 7 стих. «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех». Вот как проявляется это качество. Причем здесь, вы заметили, написано «много милостивый». Это сам о себе сказал Господь. Вот такую оценку Он дает себе и так говорит о своих качествах. Действительно, милость – это прощение грехов. Проявить милость значит простить. Когда-то мне приходилось проводить занятия для детей. И детям очень просто можно объяснить, что такое милость. Я рассказывал ребятам так. Представьте, ребята, что вы что-то сделали, что-то очень серьезное сделали. Что-то такое, что вам родители запрещали, что вы точно знаете, что вас накажут. И вы знаете, что родители возьмут в руки или ремень, или лозину. И вот вы приходите, и вы понимаете, что сейчас будет. И причем вы до глубины своего сердца и разума, вы просто понимаете, что вы это заслужили. Ну, заработали, честно, действительно, по-настоящему заработали. Да, я вижу головы, которые кивают. Вы понимаете, ребята, о чем идет речь. И вы знаете, что вас накажут, и что сейчас будет ремень или лозина. И вы ничего другого не ожидаете. Хотя, конечно, вы понимаете, что вы виноваты, и вы попросили прощения у папы или у мамы. И вдруг, ну, можно так сказать, о чудо, вас не наказали. Вот просто не наказали. Вас помиловали. Хотя, действительно, вы заслужили, и честно признаемся, заслужили это наказание. Но вас помиловали. Помиловать – это значит отменить наказание. То есть проявить милость. Хотя и это не заслужено. Тот, кто достоин наказания, он ничем не может заслужить милость. В христианстве есть такой классический пример. В том, как одна мать солдата провинившегося пришла к полководцу, а этого солдата должны были казнить за то, что он сделал. Действительно, справедливо должны были казнить. И вот мать просила этого полководца о милости. И этот полководец вот так вот в сердце говорит, он заслужил это наказание. По справедливости он должен быть наказан. Она ему отвечает, вы говорите о справедливости, а я прошу вас о милости. Милость не заслуживается. Она даруется. И это то, что сделал для нас с вами Бог. И мы честно признаем, что мы сделали очень много грехов. Если их посчитать, то счет будет на десятки, сотни тысяч. Сколько грехов сделал я, сколько грехов сделал каждый из вас, а сколько грехов сделали мы все вместе. И Бог просто по своей великой любви, дальше продолжая чтение стихов из послания к Ефесиным, мы с вами видим, что проявление этой милости в прощении грехов и даже более того. Ефесиным 2.4. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, и далее, и далее, и далее. Вот это проявление Божьей любви, Божья милость, которая не заслуживается, которой Бог просто одарил нас с вами вот таким драгоценным подарком во Иисусе Христе. И сейчас каждому человеку предложена милость. И теперь каждый человек на самом-то деле выбирает, что он хочет выбрать. Чтобы Божья справедливость в наказании грехов его была явна, то есть, чтобы человек был наказан за свои грехи, или хочет, чтобы был помилован, то есть, прощен, потому что Иисус Христос уже понес наказание за нас с вами. Действительно, Бог всякому человеку предлагает и продолжает предлагать свою милость в прощении грехов. А как же поступать нам с вами? Ведь это же качество Божье относится к передаваемым качествам. То есть, Бог, Отец желает, чтобы в нас, Его детях, это качество было. В послании Иакова во 2 главе, в 13 стихе сказано так. «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Мы только что увидели с вами, как это все произошло в Боге. Как Бог проявил нам несправедливое наказание, но справедливость Божья восторжествовала в наказании Христа, а к нам Бог протягивает милость. И Бог хочет, чтобы мы с вами, особенно, братья и сестры, мы с вами, церковь, дети Божьи, чтобы имели вот эту характеристику особенно яркую, чтобы мы действительно были теми людьми, которые милуют, которые прощают других людей. Конечно, не бывает так, к сожалению, не бывает, чтобы не было каких-то трений между нами. Такое происходит и в семье, и в церквях происходит, но бывает так. Ни один из нас с вами не совершенен. И это значит, что мы будем задевать друг друга своими недостатками. Ну или как можно привести пример, если какой-то кусочек дерева тщательно не отшлифован, то там есть то, что острое, то, что можно получить за нозу, как мы говорим, и это очень больно. Вот эти шероховатости, к ним прикасаться больно. И такое же происходит, когда вот мы с вами еще не совсем отшлифованные Богом. Мы, бывает, зацепим друг друга, пораним, как мы друг другу говорим. Иногда даже как-то душу пораним друг другу. Что тогда? Тогда вот как раз нам и нужно проявить милость, и в том числе выраженную в прощении друг друга. Это очень важно. Бог сам это делает к нам с вами. И каждый из нас с вами прощен и помилован Богом. А значит, должен делать так же по отношению к другим людям. Конечно, удивительно, никто из нас не хочет, чтобы Бог с нами поступил по справедливости, чтобы Бог наказал нас по всей строгости. Никто не хочет. Мы все хотим, чтобы Бог нас миловал. Но вот так же мы с вами должны поступать. И тоже есть фраза, которую многие христиане знают, что к себе мы с вами должны относиться требовательно, и вот да, по справедливости, правильно, с праведностью к себе. А к другим нужно проявлять милость. Тогда все станет на свои места. Тогда действительно и Бог будет прославлен в этом, что его дети будут поступать так, и в церкви будет созидаться, и действительно будет мир, устройство и согласие. Действительно, это прекрасное качество Божья. Милость очень нужная каждому из нас с вами. Аминь.